Друзья, всем привет! На канале Йокушоу опубликовано большое видео с Димашем Кудайбергеном. Собраны лучшие моменты с участием артиста в шоу Shine Super Brothers. Спасибо авторам за труды, но, к сожалению, субтитры в ролике недоступны и непонятно, о чем говорят выступающие. Давайте восполним этот пробел и вспомним некоторые подробности яркого участия Димаша в шоу. Согласитесь, что больше всего комментариев и просмотров мероприятию дали именно Диас. В шоу сценаристы разыграли сценки как по нотам. Каждому брату дана роль в соответствии с его характером и наклонностями. Поэтому мы имеем возможность увидеть артистов не только на сцене, но и в реальной жизни. Например, как Димаш щедр, приветлив и любит заботиться о друзьях. Вот простая сценка. Димаш собрал коллег, и они вместе обедают. Артист любит китайскую кухню и хорошо в ней разбирается. Купил по своему усмотрению угощение на обед и пригласил братьев по команде Six Times Speed на трапезу. Во всех сценках присутствуют неожиданные прикольчики. Очень интересна реакция присутствующих. Большое спасибо сценаристам за то, что они собрали в команду с Димашем артистов, говорящих на английском языке. Певец хоть может сам с ними общаться без переводчика, но все равно с Димашем работает помощник и переводит с китайского нужные моменты. Итак, Димаш говорит, я купил угощение для вас. О, спасибо, Димаш! Да, угощайтесь! Братья похвалили. Ты классный! В шоу Димаш по мере возможности тренируется в китайском языке. Вот он произносит слово «яйцо». Зрителям интересно, как иностранец осваивает китайский язык и обычаи. Один из участников показывает, как принято у китайцев кушать яйцо и начинает его разминать ладонями. Другой брат спрашивает, а почему ты мнешь? Ведь оно очищено. Вот надо так рукой помять. Димаш, попробуй вот так стукнуть и хорошенько помять ладошками. И вот так немного. В общем, друзья, простая очистка яйца превратилась в целую церемонию. Димаш похвалил брата с юмором. «Ты просто гений!» «Хорошо», – ответил ему тот. Тут братья решили посмотреть, как Димаш воспримет местную еду. И брат Джан предложил ему экзотическую лапшу с сюрпризом. «Попробуй суп!» «Спасибо», – ответил Димаш, но продолжил есть другую еду. Все немного подождали, а потом стали торопить Димаша. «Ну попробуй, попробуй!» Остальные братья смеялись, гадая, захочет ли Димаш попробовать эту особенную лапшу. Димаш решил сначала понюхать явство и правильно сделал. Поняв, что его хотят разыграть, он от души рассмеялся за заранее приготовленный сюрприз. Лапша была хорошая, но, являясь родновидностью лапши из Южного Китая, была с очень специфическим запахом, так сказать, строго на любителя. Потом Димашу рассказали подробности об этом блюде. Он понял, что ловко разгадал замысел братьев и поблагодарил за забавный сюрприз. Димаш, гордый собой, поднял вверх руки и продемонстрировал победный жест. Друзья, не забываем, что это шоу, в нем все идет по жесткому сценарию, но с элементами импровизации, где всем дают возможность проявить свои лучшие качества. Димаш Кудайберген в рамках шоу Shine Super Brother дал интервью для канала Йокушоу сразу на двух языках. Сначала на английском, потом на казахском. Димаш рассказал, что из-за ковида был дома два года, и обе мамы его закармливали, так как сетовали на то, что он очень худой. А потому артист набрал вес. Все-таки трудно было ему отбиваться сразу от двух мам. Имеется в виду еще и бабушка артиста, которая по казахским традициям тоже считается мамой. Димаш Кудайберген покинул шоу Shine Super Brothers. По словам китайских дорогих, артисту пришлось нелегко на съемках, потому что он болен, у него ренит. Как вы помните, съемки проходили в УСИ, расположенном на юге Китая, где воздух влажный, температура холодная утром и вечером, погода изменчивая. К тому же в съемочных павильонах и спортзалах всегда прохладно. Обратите внимание, что Димаш даже в спортзале находился в том самом забавном зеленом свитере с дырочками. Но внешне артист всегда выглядел бодрым и веселым. За короткий срок пребывания в Китае певец много раз выступал на различных мероприятиях, проводившихся в тех или иных городах Поднебесной. И ему приходилось часто летать. Как вы сами знаете, в аэропортах всегда прохладно, да и сквозняков немало. Добавим, ко всему этому смог в Пекине, где артист живет постоянно. Все это, безусловно, не способствует здоровому дыханию. Получается, что артист был вынужден работать все время на открытом воздухе, да еще и в зимнее время. Вспомним его недавние выступления. Вот он легко одет. Красивый костюм. И все. А ему нужно не просто пройтись по красной дорожке, но и дождаться в таком виде своего выхода и успешно спеть, а потом еще дать длинное интервью, пусть на красивой, но прохладной площадке. В огромных съемочных павильонах, сами понимаете, не очень тепло. Участники и зрители мероприятия пришли, прослушали и ушли. А для артиста это место работы и долгих многочасовых репетиций. Что уж говорить, на съемках в реалити-шоу Димаш часто находился в экстремальных условиях. Не говоря уже о спортивной и военизированной части. Так что, как не прекрасно было видеть новые проявления творчества Димаша в шоу, но согласитесь, здоровье дороже. А впереди еще выступления на японском фестивале, на съемках Нового года, на открытии Олимпиады в Китае. Димашу полноценного отдыха. Димашу полноценного отдыха. Всем большой рахмет за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Димашу полноценного отдыха. Олимпиады в Китае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok